Губернатор сирийской провинции Хомс поблагодарил югорчан. Это произошло во время его встречи с нашей делегацией после передачи жителям провинции гуманитарной помощи из Югры. Напомню, что в округе проходила акция «Коробки добра». 500 таких коробок на днях получили сирийские беженцы. В 2018 году Югра первая из российских регионов заключила договор о сотрудничестве с сирийской провинцией Хомс. В Югре расширили список семей, которые имеют право на компенсацию части родительской платы за услуги детского сада. Такое решение приняли сегодня на заседании окружного правительства. Теперь в расчете нуждаемости в компенсации за второго, третьего и последующих детей учитывают и совершеннолетних студентов. Сделано это, чтобы не допустить возрастания иждивенческой нагрузки на семью в период получения образования ребенком в очной форме. Для назначения компенсации учитываются в составе семьи все дети, включая совершеннолетних, которые проходят обучение очно в образовательной организации любого типа и в возрасте до 23 лет, не вступившие в брак. Югорские общественники внесли предложение жителей региона в план мероприятий до конца года. Сегодня в общественной палате Югры прошло заседание профильной комиссии, на которой обсудили так называемые дорожные карты. Они касаются сфер ЖКХ и экологической безопасности. Больше всего югорчан волнуют перебои в подаче электричества в дачных кооперативах, сбор и вывоз коммунальных отходов, а также транспортное обслуживание в муниципалитетах и состояние автомобильных дорог. Общественники предложили внести в дорожные карты дополнительные мероприятия, которые помогут решить насущные вопросы югорчан. Сегодня мы попытались еще дополнить вот эти две дорожные карты некоторыми моментами, которые не были учтены. В принципе, руководство департаментов пошли навстречу, сейчас рассмотрят и дополнят их. Киномеханик из Нижневартовска Николай Мочернюк стал лауреатом всероссийского фестиваля «Горький фест». Конкурс современного отечественного кино проходил в Нижнем Новгороде. В программе было представлено 11 разноформатных фильмов, кроме короткометражных, игровых и документальных. Среди них дебютная работа нижневартовского режиссера Алексея Житковского. У фильма длинное название. «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер». В центре сюжета исторический персонаж Жанна Дарк. Ее сыграла профессиональная актриса Екатерина Григорьева. А вот главного героя по задумке режиссера должен был исполнить обычный киномеханик. Как Николаю удалось покорить известных актеров и кинокритиков России, расскажем завтра в 18.15 в программе «Больше чем новости». Он мне сказал, веди себя как в жизни, вот как сейчас с вами разговариваю, так что-то я себя на съемках вел и ничего такого. Первые два часа было какое-то волнение, потому что все люди незнакомые, кроме Житковского, я никого еще не знал. А потом все пошло как по маслу, как говорится. На этой неделе в Ширкалах Октябрьского района завершилась археологическая экспедиция. На этот раз исследователям удалось найти по-настоящему уникальные артефакты. В частности, древнюю бересту с орнаментом. Ее датируют XI веком, то есть примерный возраст находки – тысяча лет. Возглавлял экспедицию известный югорский ученый Александр Кеник. Он рассказал нашим журналистам, о чем могут поведать тысячелетние артефакты и где находилась древняя столица Югры. Большое интервью с археологом вы сможете увидеть завтра в 18.15 в нашей еженедельной итоговой программе «Больше чем новости». Сейчас могу с определенной долей уверенности сказать, что все-таки это городище в период, скажем, XIV-XV веков, но если не столицей было, то было крупным торговым, административным, военно-политическим центром Нижнего Преобья. И да, может быть, для того времени такое понятие, как столица, не совсем уместно, но с точки зрения современного языка и понимания, мы можем сказать, что это была древняя столица Югры. Субтитры создавал DimaTorzok